Ли Страс прошла путь от политической неудачницы до одного из самых высоких государственных постов в Британии, представителя страны в остальном мире. Получив от Бориса Джонсона повышение с министра международной торговли, ту министра иностранных дел с дополнительной работой по регулированию противостояния Brexit с ЕС, а также с продвижением переговоров в Вене о возрождении СВПД, Трас является депутатом Палаты общин только с 2010 года. В то время как раздел ее входящей почты может быть переполнен, отчеты рассказывают закулисные брифинги, которые Трас проводила, чтобы оценить поддержку, когда она ведет молчаливую битву с Риши Сунаком, секретарем казначейства. Многие считают ее соперником на пост премьер-министра, если Джонсон уйдет или будет свергнут. Переход Траса от стойкого противника к ярому стороннику Brexit через преображение в стиле Маргарет Тэтчер не убедил, однако, всех в том, что она может стать новой железной леди. От министерства на страны сделал до Даунинг-стрит несколько минут ходьбы. Факт, который не ускользнет от внимания Ли Страс и ее советников. Это также короткий политический шаг от одного из трех высших государственных постов Великобритании до высшего поста. Стоит просто спросить Бориса Джонсона, который был министром иностранных дел до того, как сменил Терезу Мэй на посту премьер-министра. Однако политика с такой важной дипломатической миссией, как Трас, преследует скандалы со знаками вопроса о ее суждениях. Основные моменты или слабые места включают в себя многотысячные расходы во время трехдневной поездки в Японию, заявления о кумовстве и использовании престижного клуба с исключительным членством, принадлежащего донору-консерватору во время ее пребывания на посту министра торговли. Похоже, что главным преимуществом Ли Страс является не ее интеллектуальный авторитет или политический послужной список, но оппозиция указывает, что она на самом деле не заключила ни одной новой сделки, которую Британия не заключала с ЕС в качестве министра торговли, и скорее она выступает в образе антисуннака, изменчивого идеолога, не принадлежащего к этническому меньшинству. Для некоторых консерваторов этого может быть достаточно. Продолжение следует...